Ну вот, я наконец дошел до этого кладбища, хотя, собственно, что это кладбище? Это хорошее, наверное, дело такое, но мы и так по городу ходим, как по кладбищу. Собственно, эти кресты можно было бы еще повторить и поставить на тех местах, где были эти дома. Это тоже интересная тема. И в свете вчерашней акции, которая была с хождением, в которой я участвовал и делал репортаж, то мне, конечно, нравится, что эта тема сейчас становится такой актуальной. Единственное, что немножко пугает, что это все идет в тренде, так называемом. Ну, что делать? Это же сейчас тренд на защите, может быть, даже некоторым депутатам и некоторым партийцам себе создавать вот этот трендовый имидж. Ой, какие у нас тут лошади ездят. Ну, вы же меня задавите. У нее голову горный. Вот. И есть какое-то вот ощущение, что люди к этому относятся почти играючи, и как действительно к возможности сделать какую-то хайповую акцию. В то время как, ну, для меня эта тема трагическая. Вообще вот этот хайп, он, на мой взгляд, начался с окон Иркутска. Это, казалось бы, благое дело, но понятно, что те, кто его организовывал, на этом деле и поднялись, и себе сделали хороший капитал, так сказать, политический, и, я так думаю, наверное, даже материальный. Я знаю, что организаторы там все лето проводили в Италии. В общем, хорошая тема для того, чтобы вот так громко звучать. И она красивая. Собственно, начало всему этому положил 130-й квартал. Это же для того, чтобы застроить его кабаками, бутиками и огромным вот этим модным кварталом, вот этим огромным торговым центром, собственно, и была использована тема восстановления, сохранения и так далее. Под эту тему, я так считаю, были взяты эти деньги, насколько я слышал, 6 миллиардов, там как бы освоено, не освоено. Я не знаю всех этих дел, но я знаю, что для того, чтобы строить в центре города свои какие-то интересные дела, была взята тема сохранения, восстановления, там реконструкции, регенерации, реновации, сейчас это называется по-разному, лишь бы залезть на территорию центра и начать там новое строительство. Новое, подчеркиваю. Не восстанавливать, как я говорил, не сохранять по-настоящему, а либо новостройки вообще капитально, вот такие вот, как там делать, кубические и железобетонные, либо чтобы делать новьё, такие, ну, как бы, ну, понятно, макетики в натуральную величину, ну, и наполнять их совсем другим содержанием, которые, вот эти новодельные домики, они вообще никакого отношения к старине, к истории, к Иркутску, в общем-то, и не имеют. Это просто разрушенный, сожжённый дом, на его месте построенный, в общем-то, неплохой деревянный домик с какими-то очень-очень условными, видимыми, такими элементиками. Вот для меня это всё очень очевидно. Я вижу, и все нормальные, добрые люди видят, что где есть забота о старом, а где есть попытка на старине сделать себе бизнес и хайп. Вот поэтому, когда я сейчас слышу вот эти вот многочисленные, уже очень многочисленные появившиеся все инициативы, то почему-то у меня там есть, зреет всегда такое, или таится всегда такое сомнение. Насколько это честно? Буквально вчера у меня состоялся разговор с одним товарищем, а, ну, Петрович, господи, Петрович, привет. Вот. И когда я сказал, он говорит, ой, какие они молодцы. Ну, ты эти, 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 назвал фамилии. Они эту тему там, значит, они спасают Иркутск. И я когда сказал, что, ну, у меня не то чтобы ревность, я ему говорю, знаешь, для исторической справедливости давай скажем, что это все начиналось 30 лет назад, в общем-то. Был такой Щербин. И в свое время Распутин в этом выступал по поводу сохранения старого Иркутска, когда вот Павлов как-то достаточно агрессивно начал его застраивать. Тогда эта тема была поднята. Тогда Щербин и кафедра, я, по-моему, истории архитектуры, ну, короче, архитектурный факультет, это в 78-й, там, 75-й год, они тогда как раз проводили настоящие научные исследования, они тогда как раз зафиксировали, задокументировали эти 2000 памятников в городе Иркутске, 2000 памятников. И я тогда немножко в этом тоже принимал участие еще в студенчестве. Я тогда учился на 4-м, на 5-м курсе здесь, и я работал в этой группе у Щербина в качестве фотографа. Я им помогал, я фотографировал, рисовал, в общем-то, и мы даже выезжали на Лену, там, фиксировали эти памятники истории архитектуры. И поэтому я взял свой диплом, и он у меня так и назывался, дипломный проект в 78-м году, восстановление, реконструкция, ну, короче, как-то я сейчас точно уже даже не помню, сохранение, восстановление и реконструкция центра Иркутска. Так у меня назывался мой проект в 1978-м году. Это исторический факт. Поэтому, когда кто-то говорит, ой, какие они сегодня молодцы, называя фамилию этого, 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 которые сейчас вокруг этого крутятся, то у меня возникает, ну, конечно, как бы так, чувство не то чтобы ревности, а исторической справедливости. Давайте вспомним, что все-таки это начинал Щербин, это начинали те люди, и где-то даже я, взяв в качестве первого дипломного проекта и единственного по истории Иркутска, мне кажется, потом уже Калинина, Яковлев, и не потом, или там рядом, параллельно, в общем-то, уже занимались этим практически. Более того, моя бывшая жена, Ольга Николаевна Беседина, она тогда тоже этим занималась, то есть она, пожалуй, тогда издала один из первых таких монографий по истории Иркутска и занималась этой темой вот тогда, 70-е, 80-е. Это все тогда начиналось серьезно и без акций. Это делалось серьезно. Потом в нулевые, так называемые, все это дело вообще было грохнуто совсем. И анархия, которая наступила, которую, вернее, которую специально создали капиталисты для того, чтобы на этом наживаться, под эту анархию было все по, извиняюсь, русское цензурное выражение, похерено. Вот, все было перечеркнуто. Эти памятники, две тысячи памятников, усилиями мэра, того мэра, тогдашнего времени, не помню, кто был тогда, по-моему, Кондрашов, да, вот, его усилиями, что-то он судился, там, рядился. И я знаю, что вот в то время как раз были выведены, в то, раньше, позже, плюс-минус, были выведены из-под статуса памятников архитектуры почти все эти дома. И под это дело они начали их уничтожать и на этом месте строить свои кабаки, бутики и прочую ерунду. Собственно, то, что сегодня мы и видим. Вот я еще раз покажу. Вон там, вот видите, между домов. И так далее. Вот. Сегодня что-то такое произошло. Ну, я не знаю, наверное, это интернет все-таки. И я даже, ну, так нескромно думаю, что и моя долбежка, вот эта десятилетия... Ведь как только начался интернет в городе Иркутске, вот, первого дня его появления, поскольку я человек, связанный был всегда с компьютерами, со своего первого образования, вот, то у меня и был интернет в самом начале. И я сделал тогда первый сайт свой. И я тогда сделал сайт Союза художников и так далее. Вот. И вот с появлением интернета в городе Иркутске, условно говоря, конец прошлого века. Первое, что я начал, я поднял эту тему. И долбил, долбил, долбил. Я ее додолбил до того, что где-то тогда же, где-то там в каком-то, я не знаю, в 2005, может, в 2007, 2008, 2009 году иркутские журналисты, которые не понимали тогда эту тему, и в их числе те, которые сейчас, мы фамилии видим, да, они эту тему, они считали, что я тут как бы что-то, как назойливая муха с этой темой сохранения Иркутска. И я тогда об этом много писал. А, там был какой-то очередной предыдущий юбилей. Я тогда очень много критиковал как раз за то, что юбилей делается на костях. Я примерно так это называл, что он делается поспешно, что он делается на костях старого Иркутска. Вот. И я тогда очень много критиковал вот этот хайп, уже тогда появившийся хайп. А нашим журналистам не понравилось. И опять же, это исторический факт. Ну, и то ли они заревновали меня к тому, что я там очень много об этом пишу, а они об этом, видимо, не пишут и так далее. И они мне присвоили тогда премию года, тролль года, иркутский тролль года в интернете. И у них ничего ни ума не хватило как, значит, так и написать за, как бы там, типа, тролль года за постоянные и многочисленные публикации по теме сохранения Иркутска. Ну, ничего себе. Так это почетное звание. Тролль года за то, что за сохранение Иркутска. Ну, отлично. Я даже порадовался. Но, видите, как кость в горле им была вот эта вот всем привластным, всем вот этим журналистам, журналюкам, журналюшкам. Вот. Им всем была вот эта тема. Она же тогда была, ну, все годы, буквально до последних, вот, когда сейчас это как-то стало привластно, да, тогда-то это была, как бы, протестная тема. А сейчас эта тема превратилась из протестной, из чисто протестной. Она превратилась в такую почти веселую, безобидную, безопасную тему, на которой можно сейчас зарабатывать очки. Вот меня это смущает. С другой стороны, я абсолютно согласен. Чем больше об этом говорят, и я даже тогда, когда эти окна Иркутска были, я им тоже сказал, все равно, несмотря на то, что вы там сориентированы на Италию и двери Венеции, и понятно, откуда уши растут у этого проекта, вот, все равно я его буду поддерживать по-своему, и все равно, чем больше об этом говорят в любой форме, тем лучше. Поэтому, ну, вот, единственное, что хотелось бы придать этому все-таки больше серьезности. Сейчас пока что вот это вот, вот это вот кладбище, давайте посмотрим его, почитаем. Ну, конечно, это трагедия. Конечно же, это наша трагедия, и здесь, и хорошее это дело, это очень хорошее дело. И наследие, которое появилось, несмотря на то, что я знаю, я знаю, почему-то многие как-то противятся, многие как-то критикуют эту организацию, ну, видимо, вот именно за это. Видите, фонд президентских грантов, ну, люди умеют на этом зарабатывать деньги, грант получен, все отлично, отлично, молодцы, я вас поддерживаю, я с вами. Ну, и я, видимо, завидую, что я в свое время не смог получить этот грант на этой теме, да, надо было мне к своему диплому на этой теме получить тот же самый президентский грант. Вот и все. А мы это не умеем. Другие это умеют, другие умеют делать на окнах Иркутска, умеют делать себе летнее путешествие в Италию, большие, такие громкие выставки, вот, ну, молодцы. Я завидую и, собственно, не то чтобы учусь, а, наверное, надо отходить в сторону. Я вчера сказал, что, ну что, дело взяли в руки нормальные, предприимчивые люди, а я могу, наверное, уже и как-то пойти на заслуженный отдых. Мне, я уже сказал, да, что мне очень приятно, что они так вот, даже не спросив меня, взяли мою картинку для этого. Ну ладно, узнаете? Хоть каким-то боком, в уголочке, в маленьком, я здесь присутствую. Если бы они все-таки написали, что эта картинка беседина, ну не надо, здесь, конечно, здесь неуместно, а мне бы сообщили, например, сказали, Валерий Владимирович, мы вот там, извините, без вашего разрешения, взяли и использовали вашу картинку для оформления наших баннеров. Я не против, я за, я у меня там на сайте написано, все, что видите, берите, используйте, если это все на доброе дело. Ну вот, такая не очень трагическая прогулка по не очень трагическому кладбищу иркутских домов, хотя сама тема трагична. Итак, сегодня у нас 17 июля 2019 года Иркутск, переулок Волконского, дом декабристов, мы когда-нибудь туда сходим, а это наша церковь, одна из старейших в городе Иркутске во дворе.